У вас обширный опыт общения с силовиками, все это знают, и в свете последних событий в Украине, по вашим оценкам, насколько люди в погонах сейчас в России, с которыми у вас большой опыт, доминируют в определении политики, государственной политики в России. Я думаю, что, конечно, это доминирование достигло 100%, или 146%, как говорится, и это происходило, ведь уже много лет к этому шли, потому что лично я была свидетелем, как постепенно силовики вмешивались в политику, вмешивались в медиа, и начиналось это в 2002 году. В 2001 году это было хорошо заметно, особенно когда начали происходить террористические акты, особенно в Норд-Ост. Поэтому постепенно влияние силовиков стало распространяться, скажем, не только на их сферу непосредственную, то есть сферу безопасности, но и в сферу политики и медиа. То есть все стало неожиданно безопасностью, вопросами безопасности, вообще любой вопрос стал вот таким. Поэтому эти люди появились везде, и, конечно, их влияние очень велико, и нельзя сказать, что оно позитивно сказывается вообще на развитии страны, потому что эти люди, например, там сидят на вузах, эти люди сидят на предприятиях и, конечно, пытаются... В качестве кураторов, Марина, для прояснения. Да, это я говорю о кураторах, потому что, во всяком случае, вот пару лет назад во всех государственных вузах появились такие люди. И сначала они, кстати говоря, довольно тихо сидели, но, как мы видим, в последний год, в прошлом году, вот это стало прям таким очевидным, мне кажется, это все привело просто к зачистке университетов, государственных институтов. То есть были вычищены все нелояльные. И, безусловно, это происходило именно с помощью и по наводке, скажем так, тех людей, которые там вот сидели, да, безопасники так называемые. Вот, сейчас, кстати, даже в школы, по-моему, собираются таких людей посылать. Я уж не говорю о предприятиях каких-то крупных, конечно, таких людей много, и там целые отделы. И, конечно, это все тормозит развитие страны, развитие экономики, безусловно. По вашему мнению, сохранится ли этот тренд, и насколько долго, опять же, прошу прощения, отталкиваясь от сегодняшних реалий? Потому что, на мой взгляд, люди несколько устали от таких бесконечных зажимов. Вы знаете, конечно, усталость это есть, она чувствуется, но от нее в один день не избавиться. То есть, если политика в нашей стране изменится на высшем уровне, то понятно, что постепенно эти люди будут вымываться и уходить, и ситуация будет меняться. Но это будет не один день. То есть, все, что мы видим, произошло с Путиным и с тем результатом, который мы видим сейчас, это действительно происходило не один день. Зачатки всего этого мы могли действительно видеть и в 2001, и в 2002 годах. И, собственно, очень же много было сигналов, но никто не воспринимал их настолько серьезно, что казалось, что все просто, ну, это временные какие-то сложности, временные какие-то завихрения. Да, но мы видим, что сейчас Россия действительно пришла к такому финальному состоянию диктатуры, вот такой фашистского типа, мне кажется, или уже как бы идущая к фашистскому типу диктатуры. И, конечно, если сравнивать эти 20 лет, которые мы прошли, ну, этот путь был долгим. Я имею в виду, что обратный путь тоже будет очень долгим. Да, к сожалению, человеческая жизнь коротка, но история движется медленно. Все изменения в истории, они идут, но очень-очень медленно, и иногда поколения не хватает, чтобы увидеть их финал. Вот, поэтому, конечно, силовики будут еще долго влиять, даже если как-то изменится политика на самом верху, даже если будет другой президент, скажем, не силовик. Если придет, да, если придет какой-то технократ условный, то все равно мы будем видеть присутствие силовиков, и только постепенно, постепенно это будет как-то меняться. Ну, нам предстоит, в общем, долгий поход, да, там, 40 лет, не 40, не знаю, будем мы бродить, но чтобы все вот это исправить, это потребуется десятилетия, потому что зашли мы в довольно серьезную яму. Вот, но с другой стороны, мы с вами пока не понимаем, в каком как бы государстве все это будет происходить, да, потому что если, не дай бог, конечно, Россия развалится на несколько государств, это одна будет ситуация, если Россия останется в таких границах, как сейчас, или там к себе что-то прибавит, это другая ситуация. Ну, то есть слишком много неизвестных, но понятно, что путь к исправлению, к улучшению будет долгим и, в общем, на целые поколения. Марина Алексеевна, учитывая то, что вы знаете психологию этих людей, так или иначе, все-таки огромный багаж общения, взаимодействия с представителями разных ведомств. Я этот вопрос также задавал другим политологам и политикам, ответы всегда разные. Вот хотелось бы услышать ваше мнение, все-таки, следующий президент или кабинет министров, или министры, могут ли они быть выходцами силовиков, или это однозначное табу? Ну, вот следующий президент, на ваш взгляд, должен быть только из числа гражданских людей, не имеющих отношения к спецслужбам или вообще в целом к силовикам? Да нет, вы знаете, я думаю, что человек будет скорее спецслужб, потому что в связи с тем, что вот идет *** сейчас, и все это будет продолжаться, и будут экономические трудности, я думаю, что будет сильнейшее падение уровня жизни людей, которое будет сопровождаться как преступностью, так и ростом бандитизма, вообще общей нервозностью, неуверенностью людей. Все это обычно приводит к тому, что люди хотят порядка, чтобы навести порядок, обычно с порядком ассоциируется силовик, как и в случае вот с Путиным, когда люди подустали от неразберихи последней. Да, на самом деле просто запрос на еще большего силовика, он может быть, да, то есть Путина признают как бы проигравшим, слабым, уставшим, как бы, но люди будут требовать порядка, люди будут требовать каких-то действий, и, конечно, это не какой-то там либерал, который скажет, там, всем свободу, живите, паситесь на лугах, нет, то есть, скорее всего, люди запросят сильного человека, такого, во всяком случае, имидж силовика сильного, который будет говорить, что сейчас будем наводить порядок, хватит вот это все, вот, потому что вряд ли, вряд ли люди захотят сразу свободы, потому что к свободе надо прийти уже, когда слишком сжата пружина, да, пружина еще не настолько сжата, мне кажется, люди вполне запрос этот сформулируют, мне кажется, поэтому следующий президент уж скорее силовик или кто-то из этого плана или кто-то, кто притворяется таким вот силовиком, то есть, вот, например, вполне Кириенко может из себя изобразить такого, знаете, вот, сжать скулы, значит, и таким голосом, которым вот он недавно рассказывал про то, как против России ведется информационная, беспрецедентная информационная война, вот, Кириенко может из себя изобразить такого не силовика, но человека, который, значит, решительно будет проблемы, значит, с чертами силовика. Да, но самое интересное, конечно, это для, может быть, для молодых-то это и для среднего возраста сработает, но мы с вами помним того самого Кириенко, который, который мы видели в 98-99 году, человек, в общем, довольно слабый, управляемый и так далее. Ну, то есть, очень сложно из него представить вот такого уверенного лидера, ведущего страну, там, куда-то из ямы в какое-то более-менее нормальное пространство. Вот, но мне кажется, что все возможно, то есть, тут просто вопрос подправки его имиджа, образа, речей каких-то основных, вот. То есть, из него вполне такого можно сделать, да, вот, уж скорее так это будет выглядеть, или какой-то силовик, ну, силовик должен быть такой, конечно, знаете, ну, не золотов, который, к сожалению, 2-3 слова связать не может, и, в общем, к сожалению, выглядит как неживой, вот, но какие-то вот варианты, не знаю, патрушев, да, я, кстати, обращу ваше внимание на его вообще активность. Вчера он дал очередное интервью за время войны, это уже третье его интервью, и, конечно, оно поразительное, читать его, просто я читала его с каким-то, не знаю, с ощущением кошмара, потому что вот человек разговаривает какими-то, знаете, фразами, от Чеканинами где-то в каком-то месте, ну, то есть, это какое-то лего, лего из пропагандистских клише. Вот они собирают штампы, да, они собираются в разные конструкции, и теорию заговора тут, и чего там только нету, да, и какие-то прямо вещи он говорит, от которых просто страшно становится, потому что они как-то все совершенно не соотносятся с действительностью окружающей. Ну, вот, ну, то есть, Патрушев, говорящая вполне, и человек, который занимается идеологией, берет на себя, как мы видим, потому что все его интервью, они пронизаны вот этой, как бы, попыткой сформулировать, зачем, против кого, чего мы хотим, чего мы хотим добиться. То есть, он вполне претендует на вот какую-то идеологическую нишу идеолога, лидера-идеолога, что ли, так. Вот с запросом людей разобрались, Марина Алексеевна, а что вот по сути, на ваш взгляд, вот просто, я знаю, есть мнение серьезных политиков, которые говорят, да, в принципе, ты знаешь, Олег, и среди силовиков есть довольно адекватные люди, которые, в общем-то, и могут. Здесь не зависит от того, носит человек погоны или не носит он их, вот, все зависит от человека. Ну, вот у меня сомнения, честно говоря, в этом. Мне кажется, что каждый силовик, он как-то подвержен профессиональным деформациям, особенно, если это спецслужбист, который видит под каждым кустом ведьму. И вот на пост президента или другие руководящие посты в России, как-то вот сомнения у меня. Стоит ли таким людям быть там? Ну, конечно, силовики, они довольно сильно деформированы, как, в общем-то, люди многих других профессий, которые живут в своем, как бы, мире и видят его в основном, и, как бы, оценивают весь другой мир по тому миру, который вокруг них сформирован. Конечно, если силовик какой-то или около силовик станет следующим президентом, в общем, ничего хорошего это не принесет. Вот, вот. Но скажу я вам, на самом деле, для нас сейчас, для страны вообще любая смена верховной власти, она была бы к лучшему на кого бы то ни было. Знаете, почему? Потому что, конечно, вот эта путинская ***, она, по-моему, завела тупик. Все. Все просто. И международные отношения, и экономическое состояние, и вот эта вся военная история. То есть какой-то совершенно очевидный тупик. И если бы Путин не стало, он бы ушел, или, не знаю, что-то случилось, то, конечно, просто появление другого человека дало бы возможность просто начинать многие вопросы с чистого листа. Даже из числа ближнего круга. Неважно, да. Потому что просто вот забыли все, что было, начинаем вот это. Типа, я другой человек, будем говорить по-другому. То есть любая смена, мне кажется, тут к лучшему. Просто она хотя бы поможет вырваться из тупика. Потому что мы, мне кажется, движемся к какой-то вот беде. Ощущение большой беды. То есть такой цук-цванг. Путин делает шаги, которые один хуже другого. И они заводят всю эту ситуацию в тупик. И выхода из этого тупика нету. Вернее, есть. Мы сейчас уже видим, что довольно серьезно, судя по вопросам, люди довольно серьезно опасаются ядерной войны. В довольно большом количестве, особенно в возрастной категории старше 40 лет, люди очень боятся того, что произойдут ядерные взрывы, ядерные удары. Но Путин к этому прямо-таки ведет. Он доводит ситуацию именно до такого тупика, из которого нету выхода. Потому что переговоров нету. Не заканчивается. И все это непонятно, непонятен финал. То есть ситуация такова, что у нее нету хорошего финала. Хотя мировые лидеры пытаются что-то там. Это довольно бесполезно. Это довольно бесполезно. Это, вы знаете, как бедняга Макрон, который разговаривал с Путиным, чтобы просто самому убедиться, что Путин все это всерьез. Потому что он никак не мог поверить, что человек реально все это верит и во все это уверен. Макрону снится сон, мне кажется, постоянно один и тот же. Ну да, дежавю такой. И все идет, конечно, к какой-то катастрофе, из которой пока непонятен выход. Потому что Путин загнанный в угол, если он будет загнан в угол тем, как развивается... То он, конечно, может применить ядерное оружие тактическое. И, конечно, это сильно перевернет всю ситуацию, ее еще раз обнулит. И тогда уже последствия будут вообще страшно сказать, какие. Потому что если уж сейчас мы не можем вообще предсказать, что будет через месяц, то в случае нанесения ядерных ударов горизонт планирования сместится на 15 минут. Вопрос в ближайшие 15 минут вы еще выживете или нет. И все это, конечно, печально. Поэтому вообще любая смена Путина сейчас, неважно кого, она позволит ситуацию вот этого несущейся на всех парах тройки. Тройка лошадей, которая несется на всех парах в пропасть. Вот эту ситуацию позволит остановить. Хотя бы формально, да, имея на то основание, что другой человек действительно, какие-то другие решения могут быть. Конечно, да. Просто вот даже не нужно будет Путина поливать грязью. Просто все, другой человек, давайте вот... То есть, понимаете, Путин не может уже даже *** прекратить. Вот он как бы не может. То есть, *** должна была... Скорее, если *** прекращать как-то, то это уже другой человек должен делать. То есть, вот мое такое впечатление складывается. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Московское время 20 часов 17 минут. 25 мая на календаре. С нами на связи политики. Общественный деятель Марина Алексеевна Литвинович. Марина Алексеевна, я хочу перевести отрывок из вашего поста в Телеграме. Друзья, не забудьте подписаться. Ссылочку я сделаю в описании на Телеграм. Канал, Марина Алексеевна Литвинович. Вот что вы написали. В московских СИЗО перелимит. Сейчас там находится почти 12 тысяч человек. При лимите в 9 тысяч. Это очень много для Москвы. И очень плохо для арестантов. При этом, по словам начальника московского УФСИН Мороза, под домашним арестом в Москве находится 700 человек. Тогда как количество закупленного оборудования дает возможность контролировать до полутора тысяч. То есть, есть просто физическая возможность из СИЗО под домашний арест перевести 700 человек. Не говоря уж о тех, кто вообще не должен подвергаться преследованию за слова и антивоенную деятельность. Фактически, Мороз намекает московским судам, что хорошо бы перестать арестовывать и сажать всех подряд в СИЗО. Ведь есть и другие варианты. Причем давно. Люди, неподозреваемые в тяжких насильственных преступлениях, не должны сидеть в СИЗО. Просто уже само нахождение в СИЗО у нас фактически превратилось в наказание еще не осужденного человека. И этим пользуются все. От следователей до конкурентов. Вопрос, Марина Алексеевна, на Ваш взгляд, каковы основные причины, как Вы их видите, таких вот решений, когда людей просто сбивают в одну кучу, имея возможность их просто отправить под домашний арест? И каким последствиям это все может привести? Вы имеете, опять же, большой опыт общения с ними, как бывший член ОНК. Да, Вы знаете, конечно, это вопрос к нашим судам. И, к сожалению, тут тенденция такая, что поскольку политика в последние годы вот все ужесточалось, 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 да, становилось все более такой агрессивной, суды становились все более политически управляемыми, то, в общем, это просто результат вот этого ужесточения, да, что сама судебная система, она как-то так повернула личико свое на, значит, ужесточение, и в целом она склонна людей наказывать, не отпускать, сажать, сажать и наказывать, сажать и наказывать. То есть у системы судебной просто сейчас нету такого настроя на то, чтобы, значит, кого-то там отпускать или какие-то либеральные реформы проводить. Обратите внимание, что пытались ведь позапрошлом году сделать амнистию в связи с, там, с ковидом, с победой, но нет, был отказ в амнистии, просто началось вот такое прямо ужесточение именно в сфере того, сажать кого и сколько. И я, когда еще была членом ОНК, конечно, поражалась огромному числу людей, которые сидят в СИЗО, особенно вот в женских, это просто там слез не хватает смотреть на это, когда ты видишь женщину, у которой там пять детей, и вот она сидит за какой-нибудь, не знаю, украла 60 тысяч рублей с карточки. Да, то есть это, собственно, не причина для того, чтобы ее держать в СИЗО. Вот, таких случаев масса беременной женщины, которые сидят в СИЗО, люди по экономическим преступлениям, а сейчас так и вообще, посмотрите, какое количество молодых и немолодых даже людей, которые просто сидят за слова, за слова, за плакат, за картинку, за наклейку. Ну, то есть уже все, дошли до последнего, да, то есть даже таких людей просто стали сажать в СИЗО, где обычно люди находятся, которые, по мнению закона, как закон это все трактует, что эти люди опасны для общества, их, значит, надо изолировать. Человек с белым листочком бумаги опасен. Да, он опасен для общества, вот, его поэтому изолируют. Вот, и судьи, они, конечно, понимаете, тут еще пандемия внесла свой большой, в кавычках, вклад. Да, потому что что начало происходить? Вот из-за того, что ковид, ковид, там очень сложно было, тюрьмы периодичные, все же закрывались, из-за ковида, значит, людей не вывозили, и началась новая такая практика, что вот человек, у него суд, например, по продлению меры пресечения, то есть судья должен решить, может быть, там человека можно отпустить, или пусть он снова сидит, продолжает сидеть, продление меры пресечения. Вот они перестали просто людей вывозить в суд, они их стали выводить по видеосвязи, и вот по всем вопросам, которые там люди пытаются оспорить, людей просто перестали вывозить. К чему это привело? Вот сидит такой, значит, зал заседания, сидит судья, там сидит адвокат нанятый, ну, как бы назначенный или свой, и вот где-то ближе к потолку висит маленький такой экранчик, и в этом маленьком-маленьком экранчике в плохом качестве видна фигурка человека, который сидит за довольно жесткими такими толстыми решетками, и человека-то толком не видно, и плохо слышно, и он там что-то кричит, машет руками. И понимаете, то есть сама вот эта обстановка, когда судья за столом, все в зале, и какое-то мелкое существо, как муха, муха, которая где-то на потолке ползает и всем мешает. И, в общем, отношение меняется, и человек как бы он пытается отстоять свое право, но сама обстановка вот этого суда абсолютно не дает ему возможности предстать перед судьей человеком как бы с каким-то, ну, с большой буквы, да, человек, который может отстоять свою позицию, сказать в защиту себя, привести аргументы. Все это, все это никому не нужно. Вот, поэтому, конечно, изменения в судах, плюс, посмотрите, суды перестали пускать журналистов, до сих пор это практикуется, их не пускают до сих пор, хотя ковидные ограничения в Москве уже давно были сняты, не пускают иногда родственников, друзей, то есть суд закрылся. Вот раньше вы в суд, в принципе, могли пройти в любой момент. Сейчас вы заходите в суд и вас спрашивают, на какое вы заседание. Ну, хорошо, если вы знаете, на какое заседание, вы говорите. Вас спрашивают, вы ответчик или вы там истец или вы кто? И если вы не участник процесса, вас просто даже в здание суда не пустят. Вспомните, как у нас, какое количество людей обычно приезжало к суду, чтобы поддержать кого-то. Сейчас невозможно пройти в суд, если ты не участник процесса. Вообще невозможно. Суды закрылись просто в жесткую. Невозможно. Они по-прежнему это объясняют ковидом или чем? Вы знаете, они уже ничем не объясняют. Они просто, поскольку, понимаете, там стоят люди с оружием. Вот когда это было в самом начале войны, когда Юлю Галямину судили, я попыталась приехать в Савеловский суд, чтобы ее поддержать. Я приехала в суд и пыталась просто пройти. Я говорила, вот судебное заседание, Галямина, вот там судья такая-то, я знала, да, но мне сказали, вы не участник процесса, вы никто, да. Я говорю, я ее друг, я хочу ее поддержать. Нет, это неважно. Нет, мы не пускаем никого, кроме участников процесса. И, конечно, тяжело, да. Я стояла, Юля махала там, кричала что-то. Это выглядело по-идиотски. Но в целом это же происходит везде. Везде суды просто закрылись. Вот. И, ну, это все происходило за последние два года. И вот ковид как раз это все и помог. Поспособствовал, получается. А вот та ситуация, которая у нас с переполнением сверхлимитом в следственных изоляторах, ведь это же может спровоцировать, ну, в конце концов, это же не человеческие условия. Ну, это всегда, конечно, провоцирует напряжение, потому что, не понимаете, ну, перелимит, он что означает? Это не означает, что не будет у людей спальных мест. То есть перелимит, на самом деле, это такой термин, который означает, что не хватает тех квадратных метров, которые отведены по нормам российского и европейского законодательства, на человека, сидящего в СИЗО. И получается, что просто количество метров, выделенных на человека, уменьшается. И, конечно, это все приводит и вообще к напряжению, и к конфликтам, и к чему угодно. Я вот хорошо помню, что даже в ситуации, когда перелимита не было, мы очень часто заходили в камеры большие, ну, вот там, где содержится по 20-25 человек, и ты вот заходишь и даже не можешь зайти, если ты случайно попал, например, на момент молитвы. Потому что, как вы знаете, к сожалению, огромное число мусульман сидят в московских СИЗО. Это отдельная как бы тема, почему они там сидят и что они там делают в таких количествах. Но, то есть, они молятся, и вот ты заходишь в камеру, и там все свободное пространство между вот этими кроватями. Просто люди на полу молятся, и ты даже не можешь войти. Камеры под это просто не приспособлены. Вот, когда людей становится еще больше, все это, конечно, будет сейчас провоцировать конфликты. А почему много мусульман из наших вот бывших советских республик, таких как Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, это, на самом деле, во многом связано с тем, что это абсолютно бесправные люди, на которых очень удобно силовикам делать, в кавычках, да, любые, оформлять любые уголовные дела, любые преступления. Потому что человек, который у вас по-русски не говорит, он, его можно заставить сознаться в чем угодно. Да, потому что адвокат не будет его, на самом деле, защищать. Глухари все эти, висяки и все прочее. Да, конечно. И тут есть вот сложные варианты, когда там человека пытают. Мы такие случаи, как члены УНК встречали, разбирали и писали жалобы, писали требования возбудить уголовное дело. Но все это, конечно, заканчивалось тем, что ваша информация не подтвердилась и так далее. Вот. И, конечно, в худших случаях их пытают, и они подписывают вообще любые, берут на себя какие-то кражи, еще там еще что-нибудь, ерунду какую-то мелкую такую. Или они подписывают, потому что просто не понимают, что происходит. Да, потому что адвокат им не помогает, и адвокат говорит, вот подпиши здесь, и мы тебя отпустим. Ну, в общем, происходит какой-то бред, и поэтому, если посмотреть контингент, это вот дурацкое слово федеральной системы исполнения наказаний, контингент, да, не люди, а контингент. Если посмотреть тех людей, которые сидят в СИЗО московских, огромное количество граждан мусульман, граждан не России, которые вот находятся здесь. И их судят по самым разным делам. Ну, потом, естественно, они в колонии отправляются. Кстати, это привело к появлению такого явления, как зеленые колонии. Это колонии, в которых, так сказать, исламские мусульмане, да, мусульмане, они преобладают и устанавливают свои порядки. И не могу сказать, что это плохие порядки, потому что, во всяком случае, у них там запрещен алкоголь. Вот, и, в общем, ну да, это просто не только у нас, я имею в виду теперь, не только красные колонии, не только черные, но и зеленые появились. Шириновые что-то, да. Да, на этом вот все происходит. Алексей, а у вас есть шансы вернуться в ОНК? Ну, очень призрачные, конечно. Я буду пытаться, как вы знаете, в этом году, вот в октябре этого года, будет смена состава московского и питерского ОНК и ряда других регионов. Они вообще постоянно идут, потому что члены ОНК выбираются на три года. И я буду подавать документы. Шансов очень мало, но попытка не пытка. Я, на самом деле, когда подавала документы вот в прошлый раз, я, честно говоря, тоже их подала буквально в последний момент, потому что я просто не верила. Я думаю, да нет, ну кто же меня выберет-то, господи. И я, ну, меня просто вот, я помню, что в последний день меня просто вот внутренний голос как будто меня дернул, да, и сказал, так, все, иди и сдай. Просто реально. Я как-то вот думала, да ладно, ну что, это все равно бесполезно, никто меня не... Вот. На самом деле в ОНК сейчас происходит очень много интересного, потому что вот буквально сегодня в Государственной Думе слушали в первом чтении закон о поправках вот к 76-му федеральному закону об общественном контроле. Это как раз закон, по которому работает ОНК. И поправки туда периодически вносились, но вот те поправки, которые сейчас внесло правительство, они, конечно, ужасные, потому что одна из там неприятных вещей, которые вводятся, это то, что исключить члена ОНК теперь может Совет Общественной Палати по собственной инициативе. То есть если раньше исключить члена ОНК, вот как меня исключали, для этого нужно, чтобы, ну, чтобы были какие-то там нарушения, чтобы сама ОНК региональная или та организация, которая меня в ОНК направила, решила, что человека надо исключить, да, ну, то есть те, кто выдвинул, то сейчас они вводят норму, по которой ничего этого не надо. И если Совет Общественной Палаты хочет исключить какого-то члена ОНК, не знаю, там, с Камчатки, которого она узнать, не знает, видеть, не видела, но который почему-либо является неугодным, да, членом ОНК, теперь Совет Общественной Палаты сам может любого человека исключить. То есть это вообще произвол жутчайший, да, и мы вот сейчас с группой правозащитников подготовили поправки к этому закону, чтобы, конечно, не допустить этой поправки, во-первых, а во-вторых, ввести те поправки, которые необходимы. Одна из которых, это вообще уникальная история, связанная с тем, что выборы членов ОНК, они просто непрозрачные, да, то есть вот если мы с вами возьмем выборы депутатов, ну, муниципальных, в Госдуму, в Гордуму, в Заксобрание, неважно, в президенты, то мы видим, что кандидаты, они, кто выдвигается, они просто просвечены насквозь, видно все. То есть про них известно все их счета, во всех банках, и вся их семья, вся собственность, чего только, ну, в общем, все известно, просто вся биография, все про человека известно. Если мы посмотрим с вами, и все это публикуется, если мы посмотрим с вами кандидатов, члены ОНК, то это какие-то но-неймы, да, люди без биографий, люди никому неизвестные, люди без правозащитного опыта, которые каким-то образом проходят в ОНК, и потом вдруг оказывается, что это люди просто бывшие сотрудники колонии, или люди из правоохранительной сферы, или люди связанные с этим, да, то есть мы пытаемся сейчас вот поправку внести, чтобы кандидат, та информация, которая как бы, чтобы публиковалась информация о тех, кто подает свои заявки в ОНК, да, потому что люди должны видеть, кто подал заявки, что это за люди, что это за правозащитники, и правозащитники ли они, имеют ли они опыт соответствующий, потому что сейчас все это производится в тишине, никто не знает, из кого выбирали, да, еще неизвестно, как голосуют, да, потому что мы хорошо знаем случаи, например, когда там шло голосование, и Зоя Светова, человек как бы в правозащите, как бы, да, один из первых и главных, считается опытных, она получила 0 баллов, да, а какой-то, значит, там силовик получил там 8 баллов, да, вот это все надо выводить наружу, это все надо делать прозрачным, видимым, потому что кулуарный отбор правозащитников недопустим, тем более мы же понимаем, эти правозащитники, они и в результате ни денег не получают, ничего, то есть на самом деле это же такая работа, которая не оплачивается, оплачивается, она вот именно что добровольная, она у тех, у кого просто сердце вот этим горит, кто хочет это делать, ну, а мы сталкиваемся в результате с тем, что вот у нас в ОНК Москвы, там чуть меньше 40 человек, там сейчас 37, что ли, или 36, и получается, что из этих 36 реально по СИЗО ходят, ну, от силы человек 5, и то они ходят редко, не всегда успевают, вот, например, пока я была членом ОНК, я ходила каждый день, вот как на работу, реально, не поверите, да, вставала в 7.30, вместе с детьми, и ехала, да, по СИЗО, хотя, собственно, за это деньги-то не платят, да, но я понимала, что каждый визит, это возможность что-то исправить, потому что, к сожалению, все там работает, если что-то исправляют, то это только в ручном режиме, но как вообще во всем нашем государстве, да, у нас, к сожалению, система не работает так, как она должна работать, и все решается в ручном режиме, потому что институты разрушены, связи между ними разрушены, доверие разрушено, и поэтому только ручной режим, но с другой стороны, конечно, вот постоянные посещения помогли мне не только помогать людям, которых я там видела, но и хорошо понять вообще, что надо менять в этой системе, потому что я погружалась туда довольно большую глубину, да, общаясь с большим количеством людей, видя самых разных сотрудников, руководителей СИЗО, людей, которые там работают, оперативники СИЗО, врачи, большой у меня сложился как бы опыт, и каждый день был просто, приносил все новые и новые понимания, и, конечно, теперь я очень неплохо, скажем так, разбираюсь в этой теме, и, конечно, я бы очень хотела продолжить этим заниматься, но тут уж как получится, во всяком случае, буду пробовать, да, и всех призываю встать, всех призываю подавать документы в ОНК, у кого к этому есть какая-то склонность, желание. Эта информация где-то публикуется о том, что формируется? На сайте общественной палаты федеральной есть такой раздел ОНК, и вот там, значит, публикуются объявления о начале набора в тех или иных регионах, и там есть таблица со списком регионов, в которых просто написано, какого числа заканчиваются полномочия, то есть примерно за три месяца до окончания полномочий начинается набор, ну, как бы объявляется набор, и надо уже собирать документы. Там ничего сложного, один из самых сложных, в кавычках, документов, это справка о несудимости, она просто делается месяц, да, к сожалению, ее вот можно заказать через госуслуги, но она делается месяц, и это единственное, что вот как бы затормаживает весь процесс, просто чуть заранее надо этим озаботиться. А все остальные документы там, это ерунда, это за полчаса их можно подготовить, ну, не полчаса, но за сутки. Вот, поэтому я всем рекомендую, несмотря на то, что происходит с ОНК, но ОНК все-таки еще живой организм, живой механизм, и в регионах там нету такой ситуации, что там, значит, большое количество желающих, нет. Поэтому их места занимают бывшие силовики. Если туда будут идти нормальные правозащитники, да просто нормальные люди с добрым сердцем, будет лучше, я просто всех-всех призываю, и очень надеюсь, что скандал с моим исключением, который был просто огромным, да, когда меня исключили, я старалась, конечно, как можно большему числу людей попытаться объяснить, что это за ОНК, почему это важно, и я надеюсь, что вот этот мой скандал с моим исключением подвигнет кого-то пойти, потому что просто люди узнают о том, что это существует, потому что очень многие просто даже не в курсе, что такой институт общественный существует. Да, общественный институт, к которому может любой заключенный или человек, находящийся под следствием, обратиться. То есть, действительно, на самом деле, люди еще и не знают, какие функции у этого института. Да, человек может, то есть правозащитники, которые попадают в ОНК, получают уникальную возможность заходить в любое СИЗО, в любую колонию, в любой, значит, отдел полиции, в любой спецприемник, находящийся на территории того региона, да, и в любую психиатрическую больницу, находящуюся на территории того региона, где человек избирается в ОНК. И, то есть, действительно, члены ОНК попадают в такие места, куда вообще никто попасть не может, даже родственники этих людей, даже адвокаты. Да, то есть, члены ОНК ходят по камерам. По камерный обход вы видите просто все изнутри. Вы можете поговорить с каждым, вы можете поговорить просто с любым человеком, отозвать его в сторону или говорить внутри камеры. Вы можете говорить с любым сотрудником СИЗО и запрашивать у него информацию. Но, то есть, это уникальная возможность общественного контроля, потому что, понимаете, люди, которые там в системе работают, у них, конечно, взгляд замыливается. И когда свежий человек приходит, очень много вещей просто он помогает исправить, помогает обратить внимание, потому что у людей в системе уже просто они этого не видят. Марина Алексеевна, а на Ваш взгляд, нынешний состав ОНК, он дееспособен или людям, сейчас, по сути, это дело некому обратиться, в случае, если какие-то сложности возникают? Зависит от региона. То есть, в Москве там есть 2-3 человека, к которым можно обратиться, а в других регионах по-другому. Ну, то есть, есть регионы, в которых вообще нет ни одного, скажем, человека, к которому можно было бы обратиться, и он бы отстаивал интересы человека. А есть регионы, где один-два человека есть. Вот, к сожалению, да, это так, и этот институт надо стараться сохранить. При том кошмаре, который сейчас, конечно, в стране происходит, надо сохранять то, что есть, потому что это все равно очень нужная функция. И, как бы, к сожалению, в любом государстве есть тюрьмы, есть СИЗО, есть судебная система, есть преступники. И, конечно, в нашей стране самое важное – это то, что эту систему надо исправлять, потому что мы до сих пор живем как бы в наследии ГУЛАГа. У нас очень многие вещи, которые действуют в правилах, которые действуют в колониях и в СИЗО. Это все еще идет от ГУЛАГа, в ГУЛАГовских времен. Причем самое интересное – это 30-е годы. Я так вот читала разные книги про то, как в 30-е годы это все 20-го века, я имею в виду, начиналось, то есть фактически уже 100 лет назад, но и до сих пор все это действует. И очень многие вещи, которые когда там еще были написаны, они до сих пор в виде каких-то инструкций существуют. Да, и это все просто надо исправлять. И это тоже очень долгий путь. У меня нет как бы наивной надежды, что это так легко все сделать. Но надо пытаться, к сожалению. Просто вот так вот смотреть на все это и говорить, ну что же, ну надо что-то пытаться. Я человек такой, я пытаюсь бороться хоть чего-то, но исправлять, хоть чего-то делать более понятным и показывать людям. Потому что то, что происходит в тюрьмах, это же важно. Кстати, многие уже не помнят, но вот когда Путин только стал президентом в 2000 году, один из первых его визитов он совершил в СИЗО кресты. Это уже мало кто помнит. Это питерское, значит, СИЗО, огромнейшее, старинное СИЗО. И там, собственно, его привели в это СИЗО и стали показывать, значит, ситуацию. А в то время, да, в 2000-х годах, значит, это было ужасно. Это и в Москве было, и в других местах. Там люди просто открывались дверь камеры, и люди вываливались, потому что там нельзя было... Там просто стояли, да, стоя. Там нельзя было не сидеть, лежать, просто вот люди стоя стояли, и при открытии двери люди просто оттуда вываливались. Вот, поэтому охранники вообще боялись открывать эти двери. Ну вот, Путину показали кресты, показали их как бы внутреннее состояние и количество людей, которые туда напихано. Это все, конечно, привело к решению, к выделению денег на строительство новой тюрьмы. Как вы знаете, построили новые кресты, это все тоже долго очень тянулось. Но тем не менее, да, и тот человек, который Путину это все показал, и слава богу, что хотя бы что-то вот это изменилось, потому что старые кресты были, конечно, ужасны. Но это как сейчас у нас бутырка или матросская тишина, вот примерно такие же, да, сейчас по состоянию своему техническому и не только. Вот, и, конечно, Путин какие-то начал реформы. Все это действительно привело, по меньшей мере, к сокращению тюремного населения. То есть, если в начале путинского управления мы были на первом, если не ошибаюсь, месте по количеству заключенных, ну, в общем, на одном из первых, то сейчас мы снизились, слава богу, у нас сейчас порядка 500 тысяч людей за решеткой находятся, а был миллион, если я не ошибаюсь. То есть, на самом деле, серьезное снижение. Уже это неплохо, вот. Уже это неплохо, но этого недостаточно. Это недостаточно, как мы видели с вами, вот, история с пытками, которая просто вот вылезла наружу, хотя все прямо про это знали, но поскольку видео, да, от видео не отвертишься, вот. И история с пытками показывает, что система изнутри-то, собственно, не изменилась. Она действует еще вот по лекалам, буквально средневековым каким-то. Вот, поэтому здесь работы очень много, исправлять придется кому-то, да. А тем, кто не уехал из России, просто кто-то это все-таки должен делать. Как раз, да, следующий вопрос. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Пишите свои комментарии. Делитесь трансляцией, чтобы как можно больше зрителей смогли поучаствовать в обсуждении самых серьезных тем. С Мариной Алексеевной Литвиновичей, правозащитником, политиком. Марина Алексеевна, вот по поводу того, уезжать или остаться в информационном поле, продолжается дискуссия по этому вопросу. Огромные риски для тех оппозиционных деятелей, кто остался. И не только для них, но и для множества гражданских активистов. В общих чертах, вот как мы уже с вами проговорили, вы с Александром Плющевым эту тему обсудили. Я хочу отметить, что сегодня же, вот 25 мая, Тушинский суд признал Илью Яшина виновным по статье о дискредитации армии. Назначил три штрафа по 30 тысяч рублей. То есть машина репрессивная, она как бы не останавливается. И на ваш взгляд, если можно немножко поподробнее, по расширению эту тему как-то осветить, почему люди не уезжают? Люди перестали бояться, произошли какие-то изменения. И почему вы не уехали? Ну, смотрите, во-первых, уезжают, не все могут уехать, просто по объективным причинам. У многих здесь людей есть, родственники пожилые, есть какие-то обязательства, что-то еще. Кто-то настолько укоренен в России, что не представляет себя вообще за границей. Ну, вот это мой, например, случай, потому что я настолько здесь укоренена, да. То есть вот я стою на земле здесь, и я чувствую, что это моя земля, я здесь живу. Я себя вообще не представляю в другом месте, поэтому я не уехала. Несмотря на очевидный тоже, в общем, риск сесть в тюрьму, я эти все риски понимаю. Я просто стала чуть аккуратнее, потому что у меня все-таки двое несовершеннолетних детей. Третий уже, слава богу, совершеннолетний, но тем не менее, я несу ответственность за них. Но, конечно, репрессивная машина, она будет и дальше работать. И, к сожалению, люди, которые, так сказать, выходят на какие-то акции или что-то делают, они, конечно, я думаю, отдают себе отчет в том, что возможен не только штраф, но арест и даже уголовное преследование. Вот. Я думаю, что это выбор каждого человека. Но в целом я считаю, что никто, кроме нас, ситуацию здесь не исправит. То есть если мы все уедем, то некому будет, собственно, Россию возвращаться в нормальное состояние. Потому что если уедут там все хорошие учителя, все хорошие врачи, все хорошие специалисты, все хорошие работники, ну и кто же здесь будет страну вытягивать? Потому что очевидно, что Россию как-то нужно спасать из того состояния, в которое она сейчас скатилась. Мне очень жаль мою страну, потому что она прекрасная, замечательная, но ее просто превратили в непонятно что, путинские годы, путинская шайклейка. То есть страна перестала развиваться, экономика перестала развиваться. и огромный откат назад, и презрение всего мира. Ну, собственно, что-то с этим надо делать. А кто это будет делать? Ну, только те, кто, я думаю, остался здесь, смогут это реально делать и почувствовать. Потому что, будучи за границей, это сложно как бы делать, мне кажется. Вот, но, опять же, подчеркну, это выбор каждого. Я просто написала, что если вы можете, не уезжайте. То есть я призываю не бежать, я призываю оставаться здесь, быть более аккуратными. То есть не идти в тюрьму, вот если вы прямо хотите, не надо. Да, вот, потому что понятно, что сейчас легкий способ пойти в тюрьму просто. Вон, выйди на Красную площадь с плакатом каким-нибудь жестким, покричи там. И, в общем, в целом ты уже точно окажешься в тюрьме. Я думаю, что все понимают эти риски. И поэтому надо просто оставаться здесь. И здесь потребуется много работы, потребуется нашу страну возрождать, лечить, возвращать ее как бы на цивилизионные рельсы, возвращать ее к развитию, к тому, чтобы она развивалась и как-то здесь жизнь налаживалась. И не было вот этого милитаризма, вот этого угара военного, ненависти. Да, нужно восстанавливать доверие между людьми, диалог, да, нужно власти наши менять рано или поздно. Ох, непростая работа. Ну, то есть работа-то много, а кто будет делать, если все уедут? Ну, кто? Вот, собственно, что ждать, пока вырастут другие, ну, плохой путь, долгий, еще более долгий. А, Марина Алексеевна, у вас нет ощущения, что власть намеренно создала такие, ну, страшилки в большей степени, чтобы, вот, особенно в первый, там, месяц после начала СВО, вот, прям вал просто пошел за рубеж всех. Вот, постепенно, вот, то, чего они добивались, собственно говоря, то есть есть возымелый эффект? Ну, да, они создали панику, как вы помните, там, вот, основной панический отъезд был в тот момент, когда пошли слухи о мобилизации, да, то есть о том, что сейчас будут мужчин мобилизовывать, и поэтому очень многие просто уехали с семьями, имея в виду, что мужчины не хотят в этом участвовать. Ну, и многие уезжали по каким-то таким другим причинам, да, вот, люди объясняли, что им просто душно здесь находиться. Вот, но мне кажется, что власти, конечно, заинтересованы в том, чтобы сторонники уехали, вот, это легкий способ, легкий способ вершить здесь зло, потому что никто не будет возражать, вот, Но мне кажется, что надо оставаться и пытаться, пытаться здесь что-то делать, потому что здесь огромное число людей, здесь очень много людей против ***, здесь много людей, которые сомневаются в том, что это ***. Нужно с ними говорить, нужно одно наше здесь присутствие, оно как бы играет важную роль, даже если мы не выходим на манифестации, одно наше здесь присутствие информационное, какое-то просто общение, да, какие-то мелкие детали, но это тоже важно. Если сторонники *** будут знать, что все уехали противники ***, так они и вести себя начнут по-другому, еще хуже. Вот, да, к вопросу, дорогие друзья, я напомню, что мы в прямом эфире задавайте вопросы, пишите свои комментарии, Марина Литвинович с нами сегодня на связи, есть уникальная возможность спросить. Я еще хочу воспользоваться возможностью задать вам вопрос, Марина Алексеевна, по поводу выборов. У нас же сейчас выборы будут муниципальные. Вы были кандидатом в депутаты Государственной Думы, то есть знаете это все и на своем опыте. А какими выборы будут муниципальными в этом году? Ну, я думаю, что ничего такого сильно отличающегося не будет, хотя, конечно, военная эта повестка, она будет мешаться, но я опять же вижу, вы знаете, вот вижу, что, несмотря на все происходящее, в муниципальные депутаты, например, пойдет огромное число местных активистов, то есть люди, которые за последние пару лет местные активисты выросли и стали такими местными политиками, то есть это люди, которых я вот встретила во время избирательной кампании, с ними очень много встречалось. В каждом районе Москвы такие люди появились, они есть. Это люди, которые просто хотят улучшать район свой, улицу свою, свой город. Они заинтересованы именно вот в повестке такого как бы житья-бытия, да, то есть чтобы зелень была, чтобы красиво было, чтобы дышать было чем, чтобы не строились под окнами какие-то новые, значит, жилые комплексы. И они вот хотят этого, они на это нацелены, это хорошие люди, я очень поддерживаю их порыв и считаю, что им надо идти, потому что война не война, но повестка муниципальная, хоть ее в Москве подубили немножко, но она остается. И люди идут, и пусть идут, и лучше будут они, чем какие-то опять единороссы, которые у нас опять будут в Москве скрываться под названием там что-то, что-то моя Москва, да, там мой район. Ну, как обычно, да, они притворяются кем угодно, лишь бы не единороссами. Вот, но понимаете, хорошие люди, и пусть они идут, и я помогаю им, и вижу, что вот эта низовая активность, она просто дает свои результаты, то есть из активистов люди готовы идти в депутаты. То есть если вы посмотрите еще там лет 15 назад, этого ничего не было, такого не было, чтобы городская низовая активность была, чтобы были какие-то люди, которые, пройдя опыт активизма местного, потом решили идти в депутаты, да, у нас это вот только созрело, общество снизу созрело не так давно. И хорошо, что этот процесс идет, к сожалению, вот условия политические для этого плохие, но жизнь-то же не останавливается, да, поэтому я очень поддерживаю, чтобы реальные городские активисты шли на эти выборы. У нас вот по Северному административному округу есть даже проект под названием «Выбираем соседей», имея в виду, что мы призываем выбирать на этих выборах своих соседей, то есть тех людей, которых люди хорошо знают, а не каких-то там чиновников или, значит, директоров школ или больниц каких-то около властных, вот, потому что только ваш сосед, он как бы, это лучший депутат, лучший депутат ваш сосед, вот. Если кто-то хочет идти сейчас на выборы осенние муниципальные, то этим надо уже сейчас заниматься, потому что кампания уже фактически стартовала. Марина Алексеевна, вот хорошо, у нас, я прошу прощения, я уже вышел за лимит, вот, ну, не могу вас никак отпустить, все, все, что касается реальной политики. Хорошо, вот у нас власть добралась, ну, грубо говоря, федеральные выборы, это понятно, там все свои, там, не быть им так катанием своих людей протаскивают, там всех исключают и так далее, не допускают. Там региональные то же самое, а вот до муниципального уровня, вот до муниципального, неужели они, простите за сравнение, вот эти свои щупальца запустят и на низовой уровень, туда, в самую глубь, и будут там тоже руководить процессами, и не допустят никого, кто бы их не устроил? Нет, я думаю, что там, если хорошо сколоченная команда, будут ресурсы, будет хорошая избирательная компания, я думаю, что прорвутся люди нормальные, да, надеюсь. Я, во всяком случае, вижу активных людей, у которых и ресурсы есть, и которые уже там продумали свою компанию, активно учатся, активно уже что-то делают, и это хорошо, ну, то есть я думаю, что кто-то прорвется, тем более там сейчас, ну, как бы это, компания же недорогая, да, в целом, и, в общем, очень многое зависит просто от того, сколько ты пройдешь ножками своими квартирами. От активности самого контента. Конечно, да, здесь это в отличие от выборов в Государственную Думу, где у тебя довольно большой округ, и все квартиры обойти просто физически невозможно, то в этом случае с муниципальными выборами кандидат просто лично может каждую квартиру обойти, даже пару раз, вот, это все физически возможно. Если человек хочет, он может это сделать, и вероятность избрания тогда будет большая. То есть я считаю, что прорвутся нормальные люди, прорвутся непровластные, прорвутся независимые, вот, ситуация будет не слишком плохой. Вот, я очень на это надеюсь, и вижу к этому предпосылки. Марина Семеновна, когда вы будете прорваться? Ну, я сама не буду участвовать в этой кампании, в смысле того, что мне, к сожалению, не очень интересен этот уровень власти, да. Я почему ушла в Государственную Думу, баллотировалась, потому что мне очень интересно писать законы, я это умею делать, я умею писать поправки к законам. Вот, к сожалению, муниципальная политика, она под другое. Ну, и, к сожалению, по факту, вот, эта активность мне близка, но заниматься ей все время мне не очень хочется. Я помогаю сейчас кандидатам, то есть я не буду сама участвовать. Но опытом поделитесь. Нет, конечно, я сейчас уже проводила пару встреч с кандидатами, общалась и вообще в целом консультирую, помогаю. Надеюсь, потому что надо, чтобы народ шел вперед. Идут, причем ведь люди совершенно неполитические, то есть недалекие от политики. Это просто реально вот городские активисты, активисты своего района, своего двора, которые переросли себя уже в этой активности и хотят большего, и видят, что надо выходить там на районный уровень, даже, может быть, на городской, чтобы решать те проблемы, которые их реально волнуют. Вот их там двор, их там зеленый парк, вот, ну, то есть вот так вот. Но в целом, что будет дальше с выборами, ну, сложно сказать. Есть же позиция такая, что, ну, какие типа выборы, у нас тут диктатура, ну, все понятно, но муниципальные выборы, они все равно будут, их никто не отменял. Вот, вопросы там остаются, и я считаю, что пусть люди идут, и пусть там будут нормальные люди, чем там опять будут сидеть руководители школ, поликлиник, которые зависимы от власти, и которым эта муниципальная власть, в общем, не сдалась. Сказали быть, и они будут. Ну, конечно, это все. Вот, я за развитие активности людей, потому что, понимаете, Россия, Россия, это не Путин, это мы все. Субтитры создавал DimaTorzok